Сегодня в этом видео мы будем говорить о сложном предложении. И я расскажу вам, как использовать союз «когда» и союз «пока» для того, чтобы выразить время. Перед этим видео я советую вам вспомнить тему «вид глагола НСВСВ», потому что сегодня я буду много упоминать эту тему. Если вы думаете, что это видео будет для вас полезным, продолжайте его смотреть. Итак, мы с вами посмотрим сейчас на три предложения с союзом «когда». Это сложные предложения. Это значит, что в каждом сложном предложении есть два простых предложения. Мы можем использовать слово «когда» в начале сложного предложения или в середине сложного предложения. Это неважно. Сейчас мы обращаем внимание на вид глаголов. Читаем первое предложение. Когда я шла с работы, вы еще спали. Где в этом предложении глаголы? Правильно. Шла, спали. Скажите мне, какого вида эти глаголы? Это НСВ – несовершенный вид, или СВ – совершенный вид. Правильно. Это оба глагола НСВ. Неправильно написала НСВ. Мы понимаем, что если здесь два глагола НСВ, мы говорим об одновременных действиях. Я шла, вы спали. Эти действия происходят одновременно. Посмотрим на второе предложение. Когда я пришла с работы, вы еще спали. Глагол «пришла» и глагол «спали». Какого вида эти глаголы? Правильно. Это глагол СВ – совершенного вида. Это глагол НСВ – несовершенного вида. Если у нас такая ситуация, мы говорим о том, что это результат внутри процесса. Вы спали, и в этот момент я пришла. И посмотрим на третье предложение. Когда я пришла с работы, вы проснулись. Где глаголы в этом предложении? Правильно. Пришла, проснулись. Какого вида эти глаголы? Да, это глаголы СВ – глаголы совершенного вида. Когда у нас такая ситуация, мы говорим, что сначала было первое действие. Я пришла. Первое действие. И потом вы проснулись. Второе действие. Это значит, что эти действия идут друг за другом. Есть последовательность. Последовательные действия. И вы видите, что все эти значения мы выражаем не с помощью слова «когда». Все эти значения мы выражаем с помощью вида глагола. От того, как вы используете вид глагола с союзом «когда» зависит, какой из типов времени вы передадите. Это еще не все, о чем мы говорим. Мы с вами посмотрим еще на союз «пока». Союз «пока» похож на союз «когда», но не во всем. Давайте прочитаем первое предложение и тоже найдем в этом предложение глаголы. Пока я шла с работы, вы спали. Где глаголы? Шла, спали. Какого вида эти глаголы? Да, это глаголы несовершенного вида. Глаголы НСВ. И мы понимаем, что это одновременные действия, да? Одновременный процесс или одновременный факт. И то же самое у нас было здесь. Правильно? Значит, эти предложения – синонимы. Они дают одно и то же значение. То есть «пока» и «когда» могут заменять друг друга, если мы хотим выразить вот это значение. И для этого нам также нужно использовать два глагола НСВ. И у нас осталось последнее предложение. Прочитаем его. Пока я шла с работы, вы проснулись. Здесь у нас глагол «шла» и глагол «проснулись». Правильно? Глагол шла – это глагол несовершенного вида НСВ. А глагол «проснулись» – это глагол совершенного вида СВ. И мы с вами видим вот такую ситуацию. Правильно? Значит, мы видим, что это результат внутри процесса. И тогда вот эти предложения – синонимы. И обратите внимание, я не написала здесь третье предложение. Мы не нашли с вами вот этот тип времени со словом «пока», потому что со словом «пока» мы не можем использовать вот это значение. Со словом «пока» вы можете передать или это, или это значение. Это – нет. Итак, надеюсь, что немного стало понятно, как работает значение времени в сложном предложении. И пришло время чуть-чуть потренироваться. Сегодня у нас будет не совсем обычное задание. Обычно у нас есть предложение, и мы вставляем какое-то слово или выбираем какое-то слово. Но сегодня мы с вами сами будем составлять предложения. Как мы будем это делать? Здесь есть слова, из которых вам нужно сделать сложные предложения, чтобы передать три значения времени. Одновременные действия, результат внутри процесса, последовательные действия. Я предлагаю вам сейчас остановить видео в ваших тетрадях, на листочках, в комментариях к этому видео, сделать это задание, а потом включить видео и посмотреть, какие правильные ответы я вам покажу. Останавливайте видео и делайте это задание. Ну что, закончили? Хорошо, давайте проверять. Итак, мы можем показать одновременность действия с помощью обоих союзов. И когда, и пока. Какие предложения у нас могут получиться? Когда Юля работала, Андрей отдыхал. Или мы можем поменять местами героев и сказать Пока Андрей работал, Юля отдыхала. Когда Андрей работал, Юля отдыхала. Отлично! То есть мы здесь используем глаголы НСВ. Работать, отдыхать. Супер! Теперь давайте проверим, как вы сделали результат внутри процесса. Когда Юля работала, Андрей отдохнул. Так. Или пока Юля работала, Андрей отдохнул. Правильно? Супер! Ну, или мы меняем героев местами, но глаголы НСВ, СВ все равно остаются на своем месте. Итак, и здесь, и здесь мы могли использовать когда-пока. Но вы помните, что вот этот третий тип мы можем выразить только с помощью союза когда. Давайте проверим. Когда Юля поработала, Андрей отдохнул. Или когда Андрей поработал, Юля отдохнула. Но мы не можем здесь использовать союз пока. Правильно? Отлично! Ну что, я надеюсь, что теперь вы понимаете, как выражать значение времени в сложном предложении с помощью двух союзов. Когда, пока и с помощью умения правильно использовать НСВ, СВ глагола. Конечно, это не все случаи, как мы можем выразить время в сложном предложении. И если вам понравилось это видео, напишите об этом в комментариях, и я сниму вторую часть, где расскажу вам больше о других союзах, которые тоже помогают нам выразить разные типы времени. И не забывайте, пожалуйста, что на моем канале о русском по-русски вы всегда можете найти дополнительные задания. К этому видео там есть онлайн-задание и диктант. Очень рекомендую закрепить эту тему, когда это видео закончится. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Я желаю вам удачи в изучении русского языка. И увидимся, как всегда, в понедельник в 9 часов утра. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok